Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Служить с честью и достоинством во благо Отечества сегодня во Дворце культуры Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное пятой годовщине образования войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Поздравить всех ветеранов и сотрудников пришли представители правительства и различных ведомств. Репортаж Алихана Лепшокова. По традиции, начало торжественной церемонии начинается с поднятия флага России войск Национальной Гвардии. После чего минутой молчания все присутствующие почтили память тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг. От имени главы республики с профессиональным праздником всех сотрудников Росгвардии поздравил председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Вот уже несколько лет вы обеспечиваете безопасность и благодаря вашему профессионализму у нас мир и стабильность в регионе, отметил в поздравительной речи Александр Иванов. На сегодняшний день Росгвардия достойно продолжает воинские традиции, сформировавшиеся более чем за 200-летнюю историю. Они приумножаются доблестью современных поколений внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Профессиональный и боевой опыт сотрудников подразделений войск Национальной гвардии накопленный за долгий период выполнения служебно-боевых задач по противодействию преступности, терроризму. Затем председатель парламента республики Александр Иванов объявил о присвоении звания заслуженный работник государственной службы и вручил благодарности сотрудникам и военнослужащим управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В состав территориального управления входят такие подразделения, как СОБР, ОМОН, Центр лицензионно-разрешительной работы и вневедомственная охрана. Несмотря на то, что в этом году была пандемия, вы оставались верны своему долгу и продолжали охранять наше благополучие, отметил заместитель председателя правительства республики Руслан Тамбиев. Я вас поздравляю с вашим праздником, желаю вам всем благополучия, здоровья, бодрости, духа, оптимизма. Сегодня у нас неполный зал, потому что ковид внес в свои коллективы, даже в наши праздничные дни. Я что хочу вам пожелать, вам, нам, всем, чтобы ровно через год этот зал был полон, чтобы все ваши достойные сотрудники были здесь, чтобы мы все вместе с вами за разную пандемию победили, так же, как вы повреждаете всех врагов нашего государства. Он также наградил правительственными наградами сотрудников управления Росгвардии. Для нас этот день имеет особую ценность, в частности, сохранение памяти тех, кто с честью служит Отечеству. И сегодня каждый из нас находится на своем посту, продолжает сохранять боевые традиции, обеспечивая мир и благополучие в нашей стране, отмечая двиновники торжества. Отмечаем пятую годовщину образования, в связи с чем очень рад был отмечен благодарственным письмом главы Карачаева Черкесской Республики. Сам Горд, я абсолютно не жалею ни о чем, то, что связал свою жизнь с погонами, со службой во внутренних войсках, нынче федеральной службой войск национальной гвардии. Сегодня каждый из них стойко выполняет свои задачи, оставаясь опорой, поддержкой и достойным представителем своего Отечества. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции для лиц старше 65 и для тех, кто имеет хронические заболевания, не носит обязательный характер. Благодаря улучшению эпид-обстановки в Республике Оперштабом во главе с руководителем региона Рашидом Темрезовым принято решение о послаблении введенных ранее ограничений. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 19 516 человек. Из них 18 191 выздоровел, 113 человек госпитализированы. В Черкесии прошел первый в Республике круглый стол экологических организаций служб региона. На базе регионального отделения общественного народного фронта обсудили вопросы экологии и решения проблем с вывозом мусора из туристических зон. Участники круглого стола презентовали свои экологические проекты. Представители ОНФ отметили, что подобные встречи позволят получше узнать о работе волонтерских организаций, а также дадут возможность тесно взаимодействовать друг с другом. Так, вновь созданное Министерство экологии Республики поделилось о планах своей работы в текущем году. Региональные операторы поведали о своих планах по вывозу мусора. Представители Сбербанка поделились своими интересными экологическими проектами. Есть множество организаций, которым необходимо оказать поддержку и помочь в продвижении своих идей, подчеркнули представители ОНФ. На этот год тоже есть запланированные мероприятия, именно в части экологии. Там тоже вопросы, естественно, мы совместно с вами их будем проводить, как и ранее. Есть такие планы по посадке деревьев, которые мы, честно говоря, даже задолжали, можно сказать, потому что не успели из-за пандемии закончить мероприятие. Мероприятие частично провели, и сейчас мы это ставим в план. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаевой Черкесии местами осадки, ночью дождь с мокрым снегом, днем кратковременный. В отдельных районах сильный дождь, местами гроза и град. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 2, плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, днем 4-9 выше нуля, местами до плюс 15. В Черкесии ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем кратковременный и гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3, днем 13-15 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого Человека-каменную стену Человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, Легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. Выездная практика работы специалистов консультационного центра образования номер 11 применяется не первый год, на этот раз коллектив профессионалов. Побывал в Абазинском районе в школе Ула Эльбурган. Психологи и логопеды провели консультацию с родителями школьников, оказали им необходимую помощь. Какие еще задачи и цели рабочей поездки стояли перед педагогами, узнала Альбина Ланкова. В этом году Центр образования 11 продолжает работу по оказанию психолога педагогической помощи. На этот раз специалисты приехали в школу Аула Эльбурган. Обмен опытом – это первый шаг по достижению общей цели стать лидером по качеству общего образования. Образовательное учреждение Центра образования 11 продолжает реализацию проекта «Современная школа». Его паспорт изменился, но форма работы осталась той же. Центр образования в этом году реализует еще два проекта. Это проект 500+, и проект «Школа новых технологий». Все эти проекты взаимосвязаны и пересекаются с проектом «Современная школа». Цель всех этих трех проектов – это повышение качества знаний учащихся, компетенции преподавателей и родителей. Поэтому сегодня цель нашей работы – как раз сплотить в этом направлении администрацию, родителей и учителей. В рамках взаимодействия проектов 500+, и «Школа новых технологий» педагоги обсудили совместную профессиональную деятельность. Ее целью стало повышение эффективности и компетентности преподавателей. Эти и многие другие вопросы, выработанные учителями на практике, затронули на встрече. Общение было в форме диалога. К выездной работе были подключены специалисты консультационного центра. Их основная задача – оказание квалифицированной помощи родителям, которые хотят дать качественное образование и воспитание своим детям. Очень хороший логопед нам подсказал, кое-какие упражнения нам дали, как себя вести с ребенком, как с ним общаться, как его поправлять. И надеюсь, такие будут консультации не последние, чтобы помочь нашему населению. В школе Аула Эльбурган учатся 220 человек. Здесь есть необходимость в помощи дефектолога, психолога и логопеда. В начальных классах особо нуждаются в специалистах в области коррекции произношения звуков у детей. К нам приходит подготовительный класс с пяти лет. И в основном половина класса у нас дети логопеды. Им нужна помощь логопеда обязательно. И у нас кружки есть логопедические. Какие-то есть и большие дефекты, мы их направляем. Помощь дефектолога нам нужна. И поэтому приезду мы обрадовались, особенно обрадовались родителям. Наработанная практика специалистами регионального консультационного центра образования показывает отличный результат взаимосвязи дефектолога, психолога и логопеда, отметила Лена Лешова. Выезжая в районы, наши специалисты проводят первичные консультации. Остальные вы можете получить непосредственно в нашем республиканском центре. Это пять бесплатных консультаций. В том числе дефектолога и логопеда, которых не хватает очень сильно в районах. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. Мультяшные персонажи, сфиксиков, полезный совет от стоматологов и еще много интересного и приятного ожидал посетителей в детской стоматологической поликлинике. Данное мероприятие проводится во Всемирный день стоматологического здоровья. И этот год не стал исключением. Алла Динаева подробнее. Шли лечить зубки, а попали на праздничное шоу с персонажами из-за любимых мультфильмов. В этот день в фойе детской стоматологической поликлиники ребят ждало яркое представление. Но вначале врачи рассказали детям, как правильно чистить зубки, как ухаживать за полостью рта и какой же праздник без подарков. Ребят ждали и презенты. В этот день мы всегда приглашаем детский центр «Надежда» для профосмотра дальнейшего лечения полости рта, дальнейшей санации. Но, к сожалению, по понятным причинам в этот день они отсутствуют, у детей карантин. Но мы всем детям рады, которые сегодня пришли на наш праздник. Двери нашей стоматологи открыты для всех. Открыты и в этот день кабинеты для всех. И несмотря на праздник, доктора проводили прием юных пациентов. А чтобы идти в ногу со временем, стоматологи посещают российские и даже международные семинары и применяют все новшества в своей работе. Только в системе Кафердам лечение провожу только под увеличением, для того, чтобы максимально оказать качественное лечение. Если мы видим глазом своим в однократном увеличении, то в бинокулярах мы видим картинку в пять раз больше. Это, конечно же, увеличивает качество. А при поддержке Министерства здравоохранения в 2020 году на базе детской многопрофильной больницы заработал кабинет для детей с ограниченными возможностями, где лечение проводят доктора детской стоматологической поликлиники. В прошлом году нашей бригадой было проведено лечение 19 детишкам. В этом году, невзирая на условия, которые были созданы по санэпид-режиму, связанные с пандемией, да, мы уже в феврале начали, вновь продолжили оказание помощи. Шесть детей уже прошли лечение. Чтобы медицинскому персоналу и маленьким пациентам было комфортнее, здесь внедрили и талон на электронную очередь. В конце прошлого года запустили электронную очередь. Это система электронной очереди, которая оптимизировала поток, который приходит в поликлинику. В очередях, значит, у нас уменьшился стресс, эмоциональный негатив. Стало вообще значительно легче и упрощеннее работать врачам с пациентами. А тем временем ребята веселились и после шоу настроение было приподнятое и впечатлений было много. Я думала, что мы сегодня придем сюда, зубы вырывали. А здесь такое. Танцевали, играли, веселились. Маленька, тебе что понравилось? Рисунки. Аквагрим, похоже, впечатлил детей, и каждый ребенок сам выбирал себе рисунок. Ну а большой восторг вызвали мыльные пузыри. Детей просили приклеиться к своим стульчикам и не вставать, но блестящие яркие пузыри так манили за собой, и ребятам сложно было удержаться на месте. Праздник впечатлил детей, и те, кто боялся визита к стоматологу, возможно, в следующий раз придет сюда смелее. Алладинаева, Али Бостанов, Вести, Харачаева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите премьеру сериала «Преступление». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова